Умение воспитывать это искусство. Такое же искусство, как и хорошо играть на скрипке или рояле. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники дошкольного образования. Именно на плечи воспитателя ложится не только забота о безопасности детей, но и об их полноценном дошкольном развитии. А как известно, именно в первые годы жизни малыша происходит его формирование как личности. Сегодня работники дошкольного образования отмечают свой профессиональный праздник. В праздничную атмосферу одного из садиков Неницкого округа окунулась и наша съемочная группа. Почти 55 лет Лидия Григорьевна в этой, без сомнений, нелегкой профессии. Но столько энергии и положительных эмоций она излучает, что сомнений нет. Перед нами воспитатель от Бога. Даже о самых тяжелых временах своей профессиональной деятельности она вспоминает с улыбкой. У морского порта был барак. В одном половине жили жильцы, а в другом мы печки топили. Стояла плита огромная, вода там стоит в баке. И как Бог хоронил, ничего не случилось. Вы понимаете, одевались тут же. Горшки тут же стояли. Оказалось, ну я люблю эту работу. Вот хоть что мне, я мечтала быть учителем, но не получилось. Педучилище не принимали. Принимали немцев и коми. Мне пришлось в Архангельске ехать. Сейчас я иду. А за что вы любите работу? Я люблю детей. Потому что в большой семье, и как старшая, я все говорила, наверное, не знаю, не будут, и замуж не выйдет, и детей не будут иметь. А у меня три дочери, внучат, один внук и четыре внучки, правнучка. Я очень счастлива. Люблю просто работу своих детей. А если не любишь работать в этой сфере? Нельзя. Этот день, 27 сентября, торжественный и для работников, и для их маленьких обитателей, воспитанников. Ведь именно в этот день у каждого из них есть возможность поздравить своего любимого воспитателя с профессиональным праздником. Но еще более приятно, когда на такой праздник приходят бывшие выпускники детского сада. Вот и Лидия Григорьевна, по-матерински радуясь, принимает сегодня поздравления от несомненно успешного человека и своего бывшего выпускника. Именно 27 сентября 1863 года в Санкт-Петербурге, на Российском острове, был открыт первый в России детский сад. И именно эта дата сегодня стала государственным праздником. Знак признания важности и значения вашей работы в помощи с детами подрастающих поколений. Потому что именно с детского сада начинается жизнь человека. Говорят, глаза – зеркало души. А в глазах Ольги Александровны столько добра и любви к своей профессии детям, что не заметить их совершенно невозможно. Детская душа, маленький расточник, береги его, кровь и зимой мечи. И как признается сама воспитатель, работа нелегкая, но у нее есть секрет своего профессионального успеха. Это, знаете, это непросто. Потому что вот если найдешь себя в чем-то, вот я пробовала себе найти другую работу, как бы, да, сказать. И все-таки я поняла, что детский сад для меня роднее. Потому что в этой области я уже очень давно, уже, можно сказать, 13 лет работаю воспитателем. И я уже, мне кажется, без этого жить не могу. Мне уже ничего другого не надо. Это уже как мое это все. Мне ничего больше другого не надо. Я не хочу ничего другого. Самая лучшая награда для любого воспитателя – это когда дети с удовольствием идут в садик. Потому что тут весело. Заниматься надо. И тут петь надо. И играть. И спать тоже. Тебе все это очень нравится. И вставать рано тоже нравится. Да. Как и рада, с удовольствием в садике всего Ненецкого округа ходят более трех тысяч детей. В одной из самых гуманной и почетной профессий трудится около полутора тысяч человек. И хоть праздник относительно молодой, он отмечается с 2014 года, нелегкий труд воспитателя детского сада не может остаться без должного внимания. Елена Семеновичева, Антон Водряков, Телеканал «Север». Телеканал «Север». Истинство «Север». Используем.